Поликлиника в новом микрорайоне уже практически готова. Осталось лишь исправить небольшие недочёты по электричеству. Это же касается и здания скорой помощи. В минувшую неделю на его подстанции сгорели два стартера, что привело к отключению электроэнергии на целые сутки. Что недопустимо для медицинского учреждения, убеждены его представители. Резервный источник, я так понимаю, никакого нет. Хотя в тех заданиях изначально был генератор прописан. Скорая помощь всё-таки относится к первой категории. На совещании вновь обсудили работу парконов. С июля они начнут фиксировать транспорт автовладельцев, которые паркуются под запрещающими знаками. С нерадивыми водителями, которые оставляют машины на газонах и тротуарах, борьба продолжается. Ведь, как показала практика, эвакуация нарушителей является весьма действенным и поучительным методом. Я каждый день, там ситуация опять, три машины стоят. То есть мы по ситуации, которая будет нуждаться в неотложном решении, будем такую работу проводить. Более того, сейчас я проговорил с пресс-службой. Мы эту информацию будем вывершивать через СМИ, чтобы люди видели, каким последствиям могут провести ее действие. Принимавшие участие в работе заседания люберчане, попросили собравшихся обратить внимание на отсутствие полицейских участковых в микрорайоне. Этот вопрос обсудят на следующем совещании. Анна Троян, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение.